Что ты делаешь? Смотрю на флаги. А что надо было делать? Красноярск. Тыiously приветствируешь? Да подожди, я уж надо... Давай ещё дадут Shooting. Надо потом ничего сказать. Пока-пока-пока. Ар-ра-ра-ра-та радуемся на своём веку. Папа-па-па-па-па-па. Красноярск, мы рады приветствовать тебя, продолжается наш большой тур по Сибири, Томск, Новосибирск, а теперь сразу же Красноярск, бескрайняя Сибирь, родина могучего, сильного, бурного Енисея. И совсем скоро пройдет показ нашего фильма «В слепой на Эльбрус в Доме кино». Ставьте лайк и погнали, только вперед! Такая композиция. Купаж, букет, очень интересная архитектура, где-то там весна у кого-то играет, ой, ну началось, да. Нет, все прилично. Очень интересное сочетание, такое все очень фактурное, что это за город такой? Там очень много живностей, сусликов и даже лисов, странная какая-то у них концепция. Капшу на уши вешать не будешь. Это точно не про меня, это просто. Возьми снимай ту же, все равно это не войдет в сюжет. Первый вечер в Красноярске, бодренько, свежо. Такое закатное красивое солнышко, и перед нами сейчас откроется великий, бескрайний, могучий Енисей. Есть деревянный пандус с красивым видом. Справа, но мы идем по лесенке вниз. Идем по лесенке вниз, но пандус есть на набережной. И это хорошо, есть общественный туалет. Танюша его почувствовал издалека. Мы как бы чуть-чуть нависаем над Енисеем, он широкий, большой. Справа мост, тот самый мост. Тот самый мост, который изображен на 10-рублевой купюре. Енисейский мост, конечно, немножко подустал. Но Енисей по-прежнему прекрасен, поскольку тут есть ГЭС и происходит сброс воды. Как говорят, во время этого процесса вода нагревается, и Енисей всегда имеет температуру где-то градуса 4, поэтому зимой Енисей не застывает. То ли из-за этого, то ли из-за течения. Влажненько, прохладненько, вроде как завтра уже будет потепление, и это здорово. А то такое чувство, что мы бежим постоянно от тепла и продлеваем нашу зиму. Из Москвы, Новосибирск, из Новосибирска, Красноярск, куда нас дальше лихая занесет. Наверное, только на Северный полюс. Дорогие друзья, пришли в соведение, которое называется Булгаков. Такие очаровательные девушки здесь, в старинных нарядах. По левую руку, получается, как библиотека стоят, с книжками колочками. На столе у нас лампочка с абажуром, такая вот. Ого! Такое атмосферное местечко. Посмотрим, как тут готовят. На втором или каком-то там этаже заходишь, то есть поднимаешься. К сожалению, недоступное, понятное дело. Посмотрим, как тут готовят. Можно сказать, что в Булгакове в пятницу просто полная посадка. Очень много людей, столики заняты, активно общаются. Шумга. Мы сидим в библиотеке, как культурные. И будем сейчас есть всякую дичь, и это не ругательство. У нас супчик из боровиков и мусс, также из грибов. Прям грибной день. Сейчас попробую сначала супчик-пюре с боровиками. Он пахнет сладковато и кедровыми орешками, да. Очень интересное сочетание грибов, орешков. Немножко странно, но достаточно вкусно. Я бы такой суп делать не стал, но попробовать стоит. А теперь попробую грибной мусор. Интересный мусор с каким-то сливочным сыром. То есть я как бы грибы после супа особо не чувствую. Очень нежный, как будто сливочный сыр с грибами. Но вкусно. А теперь дегустация мусорного паштета из оленины, аденина. Мясо, печень, там куча изюма огромного, как слива. Но я не люблю изюм, поэтому я его убрал. Попробую просто паштет. Там орехи какие-то, большие орехи. Паштет очень даже нечего, вкусненький, хороший, нежный паштет. И тут вот, поскольку я фанат сала, принесли вот такое сало. Там вот копченое, вареное. А это свежее мороженое, как я люблю. И аджики. Кстати, сегодня у папы день рождения. Я его отмечаю в Красноярске. Так что, папа, привет. С днем рождения тебя. Здоровья. Скушаю кусочек сала за тебя. Ммм. Пап, конечно, не такое вкусное сало, как ты готовишь. У него тоже очень даже ничего. Каджики просто пипец. У меня аж уши защекотало. Это гротен из корнеплодов. Свекла, морковка, картошка. Медальоны из оленя. По центру крыжовник и соус. Какой-то красненький, зелененький. Очень симпатичный. Яна. Интересный вкус, но олень это не мое. Говядину напоминает отдаленно. У него есть свой такой яркий привкус. Но ничего, есть можно. Булгаков очень интересное местечко. Креативное не только в зале, но и в туалете. Посмотрите, какие здесь валенки. Это прям тазы. Такое все очень фактурное. Сразу видно, что люди креативные создавали это заведение. И что хочется отметить. Кухня тоже весьма вкусная. Хоть какие-то блюда необычные. Сразу записывается в туалете. Такой туалет креативный. Поэтому можно это сделать и здесь. Приехали в самый центр. В самую тусовочную Мекку в Красноярске. Это улица. Дома. Кино. Где будет проходить показ нашего фильма. Сейчас будем перекачивать фильм. Посмотрим кинотеатр. И прогуляемся. По центру. Кстати, фигуровка у нас. Девушка сидит. И мужчина стоит. Что там напоминает. Лапшу на уши вешает небось. Как обычно, да? Ага. Конечно. Все же мужчины вешают лапшу девушкам. Но я могу сказать, это точно не про меня. Я так не делаю. Александр Сергеевич. И Венчурова. Здесь лежит перед нами. Здесь есть фонтанчик с этим. Лист, перо. Стихи. Я помню что на мгновение. Передо мной удивилась ты. Как мимолетное видение. Как ангел чистой красоты. Его цилиндр, скамеечка, на которой все садят. А где Пушкин? Да, я с Накашей присела. Что-то Пушкин какой-то несуразмерный. Он вообще маленький был. Если что. Балет гигантомании, по-моему, немножко. Я так думаю, что нужно загадать желание и потереть ему нос, судя по всему. Он натертый у него? Да, весьма. Трем нос Пушкину. Большой пальчик правой руки. Он указывает в сторону дома кино примерно. Большой пальчик чего потереть? Большой пальчик правой руки. Ой, ну началось, да. Сейчас скажет по три там, сям. Ладно, пойдем дальше. Спасибо, Александр Сергеевич. Ой, вы сейчас в одной позе, только у него ГУПРО не хватает. Спасибо, Александр Сергеевич, за ваши стихи и что вы сделали для русской поэзии и литературы. Я вас любил. Я вас любил. О! Я не хочу печалить вас ничем. Не надо. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил. Так рискину. Так ничем. Как дай вам Бог, любимый быть другим. Хе-хе-хе. Вот мне снимать, потому что все равно это не обойдет сюжет. Ты просто по пляж порадуешься и все. А перед нами Дом кино, где и будет проходить показ нашего фильма «Слепую на Эльбрусс» в Красноярске. Идем переписывать наш фильм. В этом доме работал режиссер-оператор, первый в кино кто-то там, Чулков. Чулков. Окей. Доступно. То есть люди на коляске смогут забраться сюда. Это хорошо. Очень гостеприимно в Доме кино, как и полагается, прям как дома. Нам предложили вытянуть ноги. То есть все сделано для того, чтобы комфортно смотреть кино. Друзья, мы добрались в Святая Святых кинотеатра, Дом кино Красноярска. Пока мы сюда поднимались, Таня решила мною проверить бетонные перегородки. Насколько крепко стоит здание. Оно, видимо, еще советской эпохи. Здание крепкое, бетона много. Голова моя не очень цела. Вот, даже заговариваюсь. Красноярск. Жди «Слепой на Эльбрус» обязательно покорит и ваш прекрасный город вместе с Иваном Ярковым. Сегодня в Красноярске настоящая весна. Просто шикарная погода. Планов дел еще очень много. Мы еще не все успели посмотреть, но надеюсь, что все наверстаем. На Домом кино сверху такая композиция. Помнишь, в Екатеринбурге на Домом кино женщина была такая? Я говорила, что она металлическая была. И у нее прям так ткани облегали. Очень красивая, да? Да. То эта фигня была, потому что здесь женщина из камня. В одной руке серп, в другой молот. Руки расставила, приподнял, ноги в выпаде. Одна на колени, другая вытянута. Она вообще очень актуальна в наше время. По фигуре, да? По фигуре. На ней типа, блин, у нога как у здорового мужика. Вот. Ну, это просто асимметрия. На ней типа, а-ля ткань, видимо, развивается. Здесь есть камни коричневые. Но эта ткань, она, видать, шифоновая. Все в деталках видно. Там животик. Ну, разве что вот там все прикрыто большими волнами. Но нога, как будто вот от толстого мужчины. Пролетарская революция над головой написано. Волосы развиваются. Это человек, который делал памятник, немножко не учел пропорции женщины, мужчины, когда собирал ее, видимо. Очень хотел эффектный памятник сделать. Хочется дойти до пешеходного острова. Там есть пешеходный мост на пути. И, как говорят местные, там очень много живностей. А конкретно сусликов и даже лисы водятся. Интересно, лисы едят этих сусликов? Мальчик, девочка сидят. Наверху такие каменные какие-то конструкции, архетипы. Сверху сидит мальчик на одной голой, и девочка на другой голая. Что это за город такой? Кругом тут обнаженные памятники. Странная какая-то у них концепция. Там что-то стучит. Там что-то делается. Это еда какая-то. Еще варианты есть? Что-то там готовятся. Еще есть варианты? Кофе делать. И третья попытка. Ремонтируй что-то. Это большая рекламная туба, которая почему-то бывает. 60-х. Я вообще не подумал. Я тоже не подумал, проходя вимо тут посмотрел. Что это такое? Это здание типографии. Двухэтажное здание бежевого цвета. Фасад штукатуркой, а так оно кирпичное. С темно-коричневой отделкой. Наличники, красная крыша, металлический лист. И местами есть такие виды. Кахановский. Это была его типография. Такая достаточно культовая личность. Его сослали в Сибирь. Неплохо сослался, что организовал свою типографию. QR-код, по которому можно найти аудиогида по Красноярску, по разным маршрутам. И мы сейчас с Танюшей идем и слушаем экскурсию. Вообще очень классная тема. Мне даже стало интересно. Такое есть только в Красноярске или в каждом городе? Ну, я знаю, что в Москве точно есть. Идем и нам рассказывают про питерский мостик, который находится в Красноярске. На самом деле очень удобно. По QR-коду зашел и можешь идти и слушать экскурсию. Классно. Кафедральный собор. Главный собор Красноярска. Выполнен в стиле сибирского барокко. Такой необычной. Маленькие купола. Сколько в России красивых храмов. Можно делать отдельные сюжеты, которые будут посвящены чисто храмам. Он не всегда был действующим. Во время войны был просто закрыт. А во время Хрущева мастерские. Скульптурные мастерские. Идет служба сейчас. Поэтому мы тихонечко можем только аккуратно пройти по храму. на полу. Идет служба. Идет служба. Слава Богу! Слава Богу! , что о illegале! Магаданник прелестный бублин бублин, Гринчевич Щелом hooks Чечевича Тиму, Спаре Бога, Через дорогу от нас скверик небольшой, и в центре скверика памятник большой салатовой шишки кедровой. История умолчивает. Что сие означает? Усадьба семьи Кузнецовых. Это богатейшая семья в Красноярске. Сказано в гиде, что он безудержно занимался благотворительностью, был такой культовой личностью. В стиле классицизма штукатурена, желтая, с белой отделкой, без излишних каких-то узоров. Центральная часть здания на больших арочных три окна выступает вперед и повыше. И справа-слева абсолютно симметричные две части, они пониже на два окна прямоугольных и чуть-чуть утопленные. Вот такой вот Кузнецов был. Он также устраивал какие-то экспедиции. Сейчас рассказывают, что... О, он построил. Так это же тот самый Кузнецов, не цена, а Красноярский. Слушаем и воспользуем. Ничего себе. Он оплатил строительство каменной церкви по Роскево-Пятнице. И он же оплатил обучение Сурикову в столице. Да, когда тот только готовился стать художником, он оплатил ему обучение. Собственно, вложился в него и потом с ним дружил. Здесь интересный такой ракурс. Дом семьи Кузнецова слева. Здесь вот вход его главный. Прямо возвышается большая Благовещенская церковь, где находится женский монастырь сейчас. Основная часть трехэтажной. Трехуровневая вообще. Нет, три этажа прям. Три этажа, и она трехуровневая, единственная в своем роде. На каждом этаже есть свой предел. Тут стоит деревянный старый брусовый домик. Абсолютно черный, наличнички, все темное такое. За заборчиком деревянным, видимо, какой-нибудь организацией или жилой. Это все вместе очень симпатично смотрится. Купаж, букет. Очень интересная архитектура. Перед нами триумфальная арка должна быть, которая была построена 375-летию Красноярска. Как утверждают историки, она построена на месте строго. И на месте этой триумфальной арки находилась бойница, то есть башня. А мы идем на пешеходный остров. Где же вот сусники и лис? Друзья, тут очень обустроенная набережная. И здесь есть лифт, который ведет с набережной на мост. Знаменитый вантовый пешеходный мост. Как говорят, это любимая прогулочная зона красноярцев. Мамочки с детьми, наверное, даже люди на инвалидных колясках могут это сделать. Красноярск радует, знаете, чем? Томск, Новосибирск, города Сибири тоже, да? Но Красноярск намного более ухоженный, облагороженный. За ним как-то лучше следят. Более современная инфраструктура. Делают парки хорошие, модные деревянные настилы, какие-нибудь скамеечки, качельки. Делают уличные экспозиции, выставочные. То есть, ну, правда... Не хочешь, чем в Москве делать. Да. Единственное, что тут также что-то о доступной среде. Не сказать, что прям думают. Но точно лучше, чем в других сибирских городах. То есть тут есть и пониженные бордюры, тротуар. То есть тут вообще в ровный пол тротуара уходит. Под нами бережочек, Ненесей как будто отмельчал, и можно ходить как в нот. Люди там ходят и кормят водохлавующих голубей. И таких, как островочков, очень много по всей ширине. Идем к пешеходному острову, идем кормить сусликов. Танюша выдавила из стаканчика кофе и парский автобус. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает. Когда контента нету, надо добивать. Мы наконец-то выяснили, как называется остров, куда мы идем. Остров Таташев. А еще мне сказали, что тут есть площадка для воркаута, где можно спортом заниматься. Справа детская дерево. Все для отдыха. И детская площадка, и спортивная. Залит стрелка. Залит стрелка. Стрелка почему? Потому что здесь Ненесей соединяется с речкой Кача. Это какая-то синенькая и красненькая хрень. А, ооо. Отличное описание. О, это два девушьего льня. Большой синий бежит. Левый и маленький красненький. Они сделаны как будто из битого зеркала, только каркасный. А там птички поют. Радуются, что потеплело. Уже заждались весну. Ну, как и мы, тоже уже хотим погреться. Вот она зона тренажеров. Много разного вида. И с грузом, и без груза, и пошагать, и потягать, все, что хочешь. Для тех, кто переживает, что будет слишком в спортивной форме, здесь есть сразу куча домиков, где продать всякие картошки фри, конечки мороженки и же сними. Нет, можно просто после тренировки сразу пойти и перекусить. Восполнить потерю калорий. И позади детская площадка. Такая она интересная. Ну, и такие столбы, как листочки. Идем по парку в поисках сусликов. Пока ни одного суслика не нашли. Мы просто, видимо, ожидали, что они прям по дороге будут бегать. Мы только обещали. Но, видимо, нет. Надо куда-то сходить с тропы, чтобы найти сусликов. Парк, правда, очень обустроенный. Много всяких активностей. Люди вот спортом занимаются, гуляют. Сверистели, ягодки кушают. Очень душевный, классный парк. Приятно тут погулять, подышать. Хорошая атмосфера. Я думал, что, ну, скоро, походу, дорога развернется, и мы пойдем обратно. Мы почти уже все обошли, и сусликов так не увидели. Чуть-чуть нам не осталось. Прошли, может, восьмую часть. Смотри, это начало острова. Вот здесь мы вошли, вот здесь мы находимся. А теперь поехали. Начало острова. Сам, короче, конец. Нет, 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 это уже ушел в Енисей. А ширина у него растает в кальце, вверх-вниз. И еще вот столько. Вот так. И вот, ровно два раза. Да, то есть он длинный. Дорогие друзья, настал день Х, победоносный день, день премьеры фильмов Слепуин на Эльбруск, Красноярске, в Доме кино. И, как полагается, вчера была прекрасная погода, сегодня похолодало, но плохой погодой нас не испугаешь. Все уже ждут. Наши волонтеры уже на месте, все в фирменной форме. Дом кино, тепло, хорошо, уютно, гостеприимно. Атмосфера настоящего кинотеатра. Круто. Будем готовиться к встрече гостей. Так что, держите за нас кулачки, ставьте лайк и дальше, дальше еще интереснее. Ожидаю начала мероприятия в комнате. Мне тут налили чайок. Хочется верить, что будет аншлаг. Или хотя бы как можно больше людей придут и смогут получить свой заряд мотивации и вдохновения. Я давно интересуюсь работой некоммерческого сектора. Сам являюсь студентом кафедры коррекционной педагогики. Мир в темноте – это действительно удивительный мир. Через фильм соединиться с теми чувствами, эмоциями, которые испытывают люди с нарушенным зрением, это очень интересно. Несмотря на все трудности старшинного пути, он совершил то, что не делают много людей в своей жизни. Хотя могут, но не делают. Для меня это мотивационный момент двигаться вперед, несмотря ни на что. Если есть цель, надо к ней идти и успех обеспечен. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы очень рады приветствовать вас в нашем Доме кино на уникальном инклюзивном просмотре. Мы посмотрим инклюзивный фильм «Слепую на Эльбрус». Чтобы вся информация максимально дошла до нашего зрителя и слушателя, я представляю Марию. Она суртопереводчик и будет опять же помогать вносить всю необходимую информацию. Эта документальная лента расскажет про героическое преодоление обстоятельств и стремление к своей мечте. Под ваши аплодисменты попросим представить клиенту, президента Ассоциации создателей инклюзивных медиапроектов «Жизнь в темноте», блогера, рекордсмена, спортсмена, предпринимателя, общественного деятеля, эксперта по инклюзии, спикера, мотиватора, создателя социально ориентированного мотивационного YouTube-канала «Жизнь в темноте», а также лауреата премии мэра Москвы имени Николая Островского 2021 года, да и просто обычного парня, который смотрит на мир своим сердцем. Ивана Ярхова. Под ваши аплодисменты. Я рад приветствовать всех на удивительной, красивейшей Красноярской земле. Это у нас уже 12-й город в рамках нашего тура. Спасибо огромному фонду культурных инициатив при президенте РЭП, в рамках которого мы устроили этот мотивационный тур по стране. Мероприятие уникальное, я думаю, ничего подобного в Красноярске еще не было. Сегодня все наши гости, независимо, есть у них инвалидность, нет инвалидности, являются полноценной частью этого инклюзивного праздника. Люди, которые не видят, будут получать тифло-комментарии. Для тех, кто не знает, это краткое, емкое описание того, что происходит на экране. Этот тифло-комментарий будет идти прям непосредственно в ушки. Люди, которые плохо слышат или не слышат, будут видеть субтитры. Люди, у которых нет никаких проблем со здоровьем, просто будут заряжаться, мотивироваться, вдохновляться. Не хочется долго затягивать. Я действительно поблагодарю Дом кино Красноярска за такой вести приимный, радушный прием. Всех волонтеров, которые сегодня помогают нам в организации этого мероприятия. Моим прекрасным помощником Татьяна. Ну и, конечно, вас, дорогие зрители, потому что без вас такой праздник, такое большое инклюзивное событие было бы невозможно. Поэтому давайте громко друг к другу похлопаем и зарядимся этой энергией, мотивацией. Я вас слышу, вас много, это приятно. Каждый из вас унесет много добра, тепла. Я все буду для этого делать. Хочется, чтобы после этого мероприятия вы поверили, что мечты сбываются. Главное верить, идти к своей мечте. Как я люблю говорить, действовать, несмотря ни на что. У меня возникает вопрос. Вы готовы отправиться со мной в горы? Да! Давайте, громче, громче, давайте. Ура, Красноярск! Нас может быть не так много, но мы громкие. А говорят, что Сибирь холодная, да? Что здесь морозно, холодно. Сегодня я это прочувствовал во всей красе. Но здесь живут удивительные люди, стойкие, с характером и с горячими сердцами. Я надеюсь, что эта картина еще больше разогреет ваши сердца и поможет вам поставить перед собой новые цели, задачи, замотивироваться самим и замотивировать всех окружающих людей. Спасибо, что вы все собрались. И я всем желаю приятного просмотра. И побеседуем позже. Спасибо. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Иван Ярков, и я незрячий блогер, который смотрит на мир своим сердцем. Я слеп. И пришло время учиться жить по-новому. Это новый ухар. Европейцам завидуются. Парни, Наташа. Есть. Мы сделали это. С должным стремлением, я уверен, у вас все получится. Буду признателен, если каждый из вас поделится с нами обратной связью. Друзья, у вас есть замечательные открыточки. Если есть желание поучаствовать в нашей новой благотворительной акции, мы в июне поедем в Мариуполь. Я хочу для местных деток устроить снова показ, снова мотивационную встречу, привести им гуманитарную помощь. Так что наведите свой гаджет, и вы сможете поддержать каждый, сколько считает нужным, когда мы вместе, нам по силам даже горы. Мне не давал покоя вопрос. А зачем вы туда шли ночью? Вот именно ночью. В чем прикол? Давайте похлопаем Марии. Первый, самый отважный, самый смелый. Во-первых, на Эльбрус нельзя подняться за световой день. Поскольку это горы, там темнота очень быстро приходит, солнышко быстро опускается за горы. Обычно вместе с ночевкой, со всей подготовкой, восхождение на Эльбрус занимает минимум сутки. Пошли рано утром, когда еще было темно, чтобы успеть вернуться в световой день. Там есть такое правило, что возвращаться надо в светлое время суток, чтобы никуда не сорваться и не упасть. Собственно, все было очень просто. Спасибо вам большое за очень крутой фильм. Я очень хорошо понимаю ваши эмоции на высоте. Моя первая взрослая, скажем так, гора была. Это Мунку-Сардык, самая высокая точка восточных Саян, 3 500 высота. Я также плакала, ну прям счастлива была. Какой у вас следующий маршрут? Хотите ли вы тоже в Гималай сходить, например? Почему нет? Может быть, когда-нибудь я окажусь и там. Килиманджаро, Гималай, много вершин, которые еще предстоит покорить. И речь не идет только о горах. Совсем недавно у нас вышел новый большой мотивационный проект про инклюзивный дайвинг. Фильм называется «Глубина со смыслом». Так что, если вам понравился фильм, обязательно посмотрите. Он есть в открытом доступе. И я вас уверяю, заряд сильнейшей мотивации и вдохновение вам обеспечен. Но у меня нет такой цели теперь покорить все миршины мира. Я постоянно бросаю себе новые вызовы. Впереди много планов. Я хочу снять еще не один фильм. И надеюсь, у меня все получится. Оксана, спасибо большое за вопрос. Давайте похлопаем. Добрый день, Иван. Добрый день, зал. Меня зовут Анатолий. Я выгляжу как молодой 20-летний парень. Русые волосы, светлый пиджак и черная водолазка с черными брюками. Большое тысячмильное путешествие начинается с одного шага. Перед тем, как покорить Эльбрус, чем вы сталкивались? И можете ли вы дать какой-нибудь совет тем, кто не видит и тем, кто пока не покорил Эльбрус, но вот каждый день сталкивается с этими маленькими шагами? Отдельно попрошу похлопать, потому что Анатолий дал тифло-комментарии. Очень классное правило, когда есть незрячие гости. Можно описать себя, чтобы человек не только услышал голос, но и мог представить себя визуально. Как сделать первый шаг? Во-первых, нужно захотеть и действовать, несмотря ни на что. Препятствий очень много. Я, когда готовился к Эльбрусу, действительно, эта задумка родилась, сидя за кухонным столом, энергии, мотивации, счастья. Заразил брат, но он меня потом до последнего, кстати, отговаривал, вплоть даже до последнего подъема. Тут нужно взвесить, подходить с холодной головой, все продумать, рассчитать и идти. Я планировал подняться на Эльбрус, подготовиться к нему за год, но, к сожалению, это не получилось. Я получил микроразрыв связок, эта история перенеслась еще на год. Там потом случилась пандемия, все боялись, не знали, как они будут жить дальше. Каждая история начинается действительно с маленького шага. И этот шаг случился, судя за кухонным столом. Я не тот человек, который отступает потом назад. Я потом планомерно шел, и это был вызов самому себе. С одной такой задумки может начаться совершенно новый, удивительный, уникальный путь. Главное не мешать себе двигаться в нужном направлении и слушать свое сердце. Как я люблю говорить, смотрите на мир сердцем, и все обязательно получится. Спасибо. Добрый вечер, меня зовут Анастасия. Я приму прекрасную эстафету. Я молодая девушка, 19 лет, с русыми, недлинными волосами. И сегодня я пришла в бежевом платье в клетку. Анастасия, вы свободны? Анастасия, вы свободны. Какого черта ты тут делаешь? Зачем тебе это нужно? Зачем такие муки? Сколько еще до конца? Но были и другие мысли. Я удивлялся, что так много людей идут к вершине. И я понимал, что каждый идет на эту вершину не ради того, чтобы сделать селфи на самой высокой точке Европы. Каждый из этих людей хотел себе доказать что-то свое. Эльбрус пускает не каждого. И когда нас пустил Эльбрус, я был счастлив. Груз ответственности перед людьми, которые в меня поверили, свалился. И это было большое счастье, что я завершил такой большой путь. И дошел до финиша. И смог это сделать, несмотря ни на что. Я на вершине думал о своих детях, которым я посвятил восхождение. Думал о людях, которые меня любят. У вас есть фильм с названием «Успеть увидеть». И хотелось спросить, были ли такие вещи, которые вы действительно хотели успеть? Или которые вы посоветуете всем людям? Может быть, успеть в своей жизни в каком-то ее отрезке? Спасибо. Это сложный момент, когда ты теряешь зрение. Там много психологических барьеров. Много переживаний, сожалений. И когда я терял зрение, у меня начались панические атаки, с которыми я боролся. И в тот момент, конечно, мои дети. Это просто сильнейшая палочка-выручалочка, которая помогала мне не сдаваться, не опускать руки. И, конечно, я хотел запомнить, как они выглядят, своих близких, родных, любимых мне людей. Я каждый день пытался запомнить образы. Я любил смотреть на закаты, на природу, на воду. Все, что мне дорого, я пытался запомнить. Наверное, мой совет, если так случилось, волей судьбы, что вы теряете зрение, и что вы, скорее всего, потеряете его. Не стоит его разбрасывать впустую. Вам стоит просто заняться теми вещами, которые вы хотели делать всю свою жизнь. Может быть, каким-то увлечением, хобби, чтобы потом, потеряв зрение, вам не было обидно, что вы что-то не успели или что-то не сделали. Важно просто радоваться жизни каждый день, запоминать своих близких, чтобы, если не дай бог, такое случится, и вы потеряете зрение, чтобы эти образы были очень четкие, ясные, яркие и шли с вами на протяжении вашего незрячего пути. Ваш путь дает шанс на то, что все реально. Спасибо вам огромное за ваши проекты, спасибо огромное вашей команде за всю ту работу, которую вы делаете. Это очень ценно, это очень дорого. Удачи вам, огромной удачи. Спасибо. Давайте похлопаем. В чем самая главная ценность? Научитесь ценить свою жизнь, ничего не потеряв. Люди, когда получают ту или иную инвалидность, у них просто нет вариантов. Они либо должны научиться, либо они просто сгинут, погибнут, и не будет у них жизни. Они просто сломаются. Люди, которые получают инвалидность с детства, они другой жизни не знают. Я обращаюсь к нашим здоровым зрителям. Научитесь ценить каждое мгновение своей жизни, ведь оно неповторимо. Если вы это сделаете, то я буду счастлив, что у вас это получилось. Давайте громче, громче похлопаем. Можно воспользоваться услугами сурдопереводчика, чтобы девушка задала свой вопрос? Смотрите, сейчас случится магия. Я всегда шучу, как вот моя девушка, например, если оглохнет, я им надоем, как мы с ней будем разговаривать, да, там, это будет целая проблема. И появится в нашей семье третий сурдопереводчик. Сурдопереводчик. Очень неплохой вариант. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я не слышу. Я посмотрела ваш фильм, мне он очень сильно понравился. Дом урашек. Я никогда раньше не видела, чтобы люди с инвалидностью занимались таким. Очень удивлена, очень горда, и это дает стимул тоже на большие свершения. Большое вам спасибо. Давайте похлопаем, а лучше потопайте ногами, чтобы Наталья поняла, что ей аплодируют. Вот это она точно почувствует. Спасибо, Наталья. Спасибо огромное, что вы сегодня здесь все собрались. Это уже наша победа. Каждый сегодняшний зритель заслуживает отдельных аплодисментов. Давайте друг другу похлопаем, что мы сегодня здесь собрались. Верьте в себя. Никогда не сдавайтесь, не опускайте руки. Ставьте перед собой цели, мечтайте. Побольше мечтайте. И, как я люблю говорить, действуйте, несмотря ни на что. С вами был Иван Ерхов, парень, который смотрит на мир своим сердцем. Спасибо. Краснояр, смотри на мир сердцем. Ура! Очень классный фильм. Побольше бы таких мотиваторов. Не хватает таких людей, которые своими действиями могли бы поддержать. Меня фильм тронул до глубины души. Помог мне понять, что нужно слушать свое сердце, чувствовать сердце. Большое спасибо за ваш проект. Было очень интересно окунуться вот в эту всю историю, прочувствовать эмоции, даже можно так сказать. Большое спасибо этому проекту. Я желаю ему дальнейшего развития. Побывав на сегодняшнем фильме, я принял решение, что надо не просто еще и внуков вдохновить на достижения всякие, но и самому поставить себе цель дожить до 100 лет. Преодолеть вот эти все болезни, халатные отношения к здоровью, настроить себя и бороться за то, чтобы прожить как можно больше и радовать своих родных. Я очень впечатлен фильмом. И его содержательной частью, и эмоциональной частью. Иван и его команда делают очень большое дело. Они действительно подвижники, мотиваторы, которые подталкивают людей не сидеть на месте, не опускать руки и дальше жить, продолжать развиваться, несмотря на какие-то недуги, какие-то проблемы. Пожелаю творческих, спортивных и разного рода успехов. Замечательная аудитория. Меня очень сильно растрогало, когда люди рассказывали, делились своими личными историями, историями, которые произошли с ними, с их близкими. Говорили о том, как они переживают какие-то трудные моменты в своей жизни, как они не сдаются, как они идут вперед. Я думаю, каждый из присутствующих вообще в целом, я думаю, сделал для себя какие-то выводы. Это, безусловно, очень важная и мотивирующая встреча. Дорогие друзья, Красноярск, показ прошел, зал, может быть, был не полный, но, как говорится, главное не количество, а количество гостей. А гости сегодня были удивительны. Снова много потрясающих историй, не случайных случайностей, как я люблю говорить. Ну и уровень растет не только на телевидении, теперь в кинотеатрах крутятся ролики. С каждым городом масштаб нашей деятельности становится все более грандиозным. И хочется верить, что красноярцы замотивировались, вдохновились, черпнули частичку тепла, добра, конечно, жизненной энергии и любви. Не хочется, конечно, прощаться с Красноярском, удивительной, красивой город, с фоноциальной природой. Но я не говорю, пока не прощаюсь. Я говорю, до встречи, до встречи в следующем городе. Приходите, будет интересно. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин